Так, у нас новый гость. Да, Владимир Буницкий. Добрый день. Владимир, привет. Вы нас хорошо слышите? Да, я слышу хорошо. Ну, слава Богу, мы полчаса мучились и не могли понять, удастся подключиться или не удастся. Интернет упал, сегодня в город не заходит плохо. Да, Андрей на востоке Украины находится, более того, недалеко от того городка, где я родился. Владимир. Владимир, господи, Владимир, я не переключился с Закревского. С Андрея Закревского. Да, Закревский у нас отвалился скоропостижно, поэтому дай Бог, чтобы вернулся в следующий раз. И мы поговорим об альтернативной энергетике, потому что то, что вы рассказывали мне перед эфиром, меня впечатлило, и мне показалось, что мы будем иметь нового культового человека, который у нас периодически будет появляться в эфирах, и рассказывать об альтернативах, которых сегодня Украина очень серьезно нуждается. И в частности, вы мне рассказывали про палетное направление, пилетное направление, и я, честно говоря, даже не задумывался, точнее говоря, я задумывался, потому что я пробовал топить пилетами, но я не задумывался, что насколько это может быть вообще серьезно, и насколько за этим стоит высокотехнологичная экономика, высокоразвитое сельское хозяйство, и может быть огромные перспективы, учитывая, что Украина большие посевные площади, и мы здесь можем выращивать много необходимой биомассы. Поэтому давайте расскажите нашим зрителям, которые сейчас сидят и смотрят, у кого-то свет есть, кто-то с мобильников в темноте смотрит, но у нас такая, не то, что это сказка, это не сказка, это давно уже были в ряде развитых стран мира, в Японии в частности, вот Владимир об этом расскажет, то есть это уже высокоразвитые технологии, на которые сделали ставку серьезные страны. Вот, поэтому давайте развернем этот дискусс, что для Украины может быть альтернативой существующим этим монополистичным схемам в энергетике и во всем, потому что от энергетики пляшет все, и вот сейчас под ударами России разрушается старая модель советской энергетики, которая была монополизирована несколькими группами, и которые вокруг этой монополии выстраивали свою политическую власть, свою экономическую власть, и на протяжении 20 лет фактически паразитировали на этом. Ну вот война, она расставляет новые приоритеты, она создает новые проблемы и вызовы, которых доселе не было. И, соответственно, мы все ищем выход, как решить задачу, во-первых, обеспечения себя энергией, с помощью каких ресурсов, и вот то, что вы будете нам рассказывать, это как раз дают ответы, очень четкие, как по мне, и перспективные, и с ними наши зрители должны ознакомиться. Смотрите, решение всех проблем лежит в глубоком изучении прошлого. Это аксиома, это понимают все. Здесь очень важно понимать и сравнивать, а как происходит это, развивается, например, в Америке, в Канаде, как происходит это в Европе, или в той же Японии. Потому что на сегодняшний день мы можем сказать следующее, что борьба за европейскую энергетику, за европейский рынок энергии, она началась, грубо говоря, по моим оценкам, где-то в 70-х годах. И Россия в свое время прозевала три несколько ключевых момента. Первое – сланцевый газ. Сланцевый газ позволил Америке выйти на мировые рынки энергоносителей и позволил произвести сжиженный газ. Мало того, мы должны понимать, что сжиженный газ – это длинная история. Надо понимать, что только Северная Корея строит корабли-газовозы. Надо построить заводы, которые будут разжижать газ и сжижать. То есть эта история очень длинная. Но кроме этого, американцы создали совсем другую отрасль, которая на сегодняшний день, я считаю, Россия и Китай упустила это первенство, это пилетное направление. В чем сущность этого происходит? Дело в том, что биомасса относится к разряду сложных топливов. И проблематика его имеется в том, что чем больше водички в биомассе, тем больше выбросов в атмосферу. Вот Украину пытаются некоторые люди повезти по пути сжигания дров, по пути сжигания щипы без газоочистки. Где выбросы, где экологическая нагрузка на территорию меняется практически в 30 раз. И об этом умалчивается. Вспомним ту же историю с биотезом Иванкиным. Как люди там возмущаются, как это все негативные последствия происходят. Но все же вернемся к Америке. Итак, Америка поставляет в Европу три основных вида нейроносителей. Это сжижный газ, затем нефть, и ключевое – балкерами пилету. Могу сказать, что большинство энергетики Англии, все угольные ТЭЦ, переведены на пилету. И это факт. Очень интересный опыт Японии. Почему? Потому что я считаю, что это единственная страна, которая первая переведет промышленную энергетику на биомассу, на пилеты, на сухое топливо, обезвоженное, которое уже подготовлено к сжиганию. Каким образом они пошли на сегодняшний день? Дело в том, что при мире, когда начался ковид, все рынки начали стагнировать. А вот пилетное направление показало другое. Прирост в доле составил 27%. С чего она образуется? 12% – это был отраслевой прирост, а 15% показало Японии. Что же японцы сделали? Что сделали люди в этой уникальной стране? Первую задачу, которую они решили на атомных электростанциях, которая для наших атомщиков – это загадка номер один. Они сделали маневровые мощностям. Каким образом они поступили? Они поставили мощные котлы мощностью 200 мегаватт. Такие котлы делает только одна компания. Это компания Ambrist. И затем, мало того, Япония законтрактовала на длительный период продукцию этой компании. И затем из этих 200 мегаватт они вырабатывают 74,8 мегаватт энергии. Вырабатывают каким образом на атомной электростанции? Они соединились по паре. И таким образом первые установки, они выполняли роль именно балансирующих мощностей. Ведь если пойти Украине по этому пути, то что получится? Первое. Мы решим проблематику маневровых мощностей. Тогда у нас мы сползем с иглы угольной, с Ахметовской. Вот почему Ахмедов все время делает, чтобы не развивалась эта отрасль. Второй момент. Стоп, давайте объясним. Просто зрители не понимают. Я понимаю, о чем идет речь. И вы понимаете. И Николай, наверное, понимает. Или нет? Не факт. Не факт. Поэтому давайте зрителям объясним. Смотрите. АЭС работают как? Они гонят постоянно ток. Она работает без греха. Да. Постоянно. Она работает постоянно. И ты не можешь ее просто взять на кнопку, как бы включил, выключил. Ей требуется время, чтобы разогнаться. Требуется время, чтобы остановиться. И не взорваться при этом. Поэтому одна из причин, почему Чернобыльская АЭС взорвалась в 86-м, это как раз эксперименты по поводу быстрого включения, разогрева. Да. Но при этом потребление электричества, оно идет не вот так вот постоянно, как работает АЭС. Оно работает пиками. Утром мы проснулись, условно в 7 часов начинаем чистить зубы, что-то кушать. Включаем, соответственно, электроприборы, и пошел пик. И этот пик потом вечером, второй, когда мы возвращаемся домой, и то же самое происходит. И вот чтобы преодолевать эти пики, нужны так называемые маневровые мощности. В данном случае в Украине, это порядка 35%, до 35% генерации доходило. Сейчас уже меньше, наверное. Но 30-35% генерации, которая работала на угле либо газе. И эти тепловые станции в соотношении, по-моему, 65 на 35, были как бы... Ахметов владел большей частью тепловых, и государство Центрэнерго, плюс пару мелких компаний. То есть у Ахметова было 2 трети тепловой энергетики. И вот, когда возникает потребность, особенно зимой, или пики вот эти вот летом, когда много кондиционеров включают, но чаще всего зимой, то нужно срочно разогнать вот эти тепловые станции, и они дают необходимое электричество. Куртьев, на примере Баланса, год ровно, год назад у нас была с ними сезон... Мы еще горячие резервы, не забываем. То есть котел должен быть прогретый. И Ахметов берет за это деньги. Да. И, короче говоря, получается, что имея меньшую долю в общем Балансе, тепловая энергетика очень важна, потому что она позволяет решать проблемы, которые возникают здесь и сейчас. И, соответственно, ты можешь на этом очень хорошо зарабатывать, потому что, по сути, без тебя невозможно сбалансировать в целом всю энергосистему. И вот в данном случае, когда Владимир приводит пример с Японией, то он показывает, что японцы, создав вот с помощью вот этих котлов, которые работают на пилетах, они лишь преодолели проблему, которая была у атомных электростанций украинских и остается. То есть они при атомных электростанциях создали фактически генерацию, которая позволяет балансировать их, используя в том числе часть энергии, которая есть для того, чтобы те же котлы подогревать. Короче говоря, уменьшает себестоимость тепла, работая в связке, и позволяет решать балансирующую роль балансиров. Вот правильно я объяснил, да? Да, да. Но Япония на этом не остановилась. Они пошли еще дальше. Когда они решили проблематику манировых мощностей, они пошли на замещение атомной составляющей на пилетную. Каким образом? Они ТВЭЛы часть изымают, консервируют оборудование атомной электростанции на случай различных катаклизмов, а переводят большее количество работы именно на сжигание пилетов. И вот здесь очень важный момент. А как рынок распределился, как повлияло вот это технологическое решение, которое позволило Японии, первой стране в мире, перевести промышленную энергетику на низкоуглеродные рельсы на мировой рынок пилетов. Именно японцы дали... Смотрите, это получается, они в год должны закупать миллионы тонн вот этих пилет, которые где-то производятся. То есть это огромный объем, на самом деле. Да. И они... Что произошло на рынке? 90% на сегодняшний день пилет, которые производятся в Канаде, они берут на себя. Причем не на население, а на промышленные объекты. Затем 10% все, что производится в пилет в Америке на западе страны, все тоже туда. Затем все, что производится на островах, все законтрактовано. Китай этот момент прозевал. На сегодняшний день в Китае пилета стоит на 30-40% дороже, чем в Европе. Китай прозевал как исландцевый газ, так и пилетное направление. Понимаете? Почему пилета? Потому что это самый дешевый аккумулятор солнечной энергии. Растение питало через фотосинтез энергию, трансформировало через химические связи в структуру растения, и оно там лежит законсервировано, да? И когда нужно, ты берешь и делаешь. Почему? Мы давно забыли говорить про такой важный момент, особенно на угольных станциях, как стратегический запас топлива в военное время, который должен был в размере трех лет. Вот представьте, если бы этот запас был на сегодняшний день, когда у нас идет война, мы бы чувствовали по энергетике себя совсем по-другому. А мы про это умалчиваем, куда исчез этот уголь, который был в стратегических запасах. На этих полях. Сейчас их нет. И вот на сегодняшний день Япония таким образом практически переходит и показывает пример перехода на низкоуглеродные рельсы промышленной энергетики. В эту сторону так само движутся американцы. И на половину пути этого только европейцы. А нам все время в пример по биоэнергетике ставят пример Европы. А вот это большое заблуждение, надо смотреть. Отдельным вопросом хотелось бы сказать, за счет чего американцы сделали прорыв в альтернативной энергетике. Американцы пошли по пути другой модели экономической. Они пошли по пути по созданию энергокоперативов. Сущность этой модели очень простая. Если ты работаешь в области альтернативной энергетики, ты освобождаешься от налогов. В Украине же за американские деньги, за грантовый, был сделан перевод этого законопроекта, и он лег под сукно наших депутатов. И дальше ничего не делается. Почему? Потому что это не нравится нашим. Понимаете? Потому что рушится монополия. Мы же должны четко понимать, что зеленый... Да, я сразу хочу спросить про то, что нашим не нравится. Вы сказали, Ахметов мешает развиваться в этой отрасли. Как конкретно он мешает? В чем проявился признак этого мешания? Смотрите, мы четко знаем, что договор Роттердама был написан на компьютерах офиса ДТЭКа. Если бы копнули глубже, то оказалось бы, что законопроекты по зеленому тарифу тоже было написано в офисе ДТЭКа. Потому что выгодополучателем зеленого тарифа стал Ахметовская Клюевская ОПГ. Не люди, а именно эта группировка стала бенефициаром выгодополучателя. Последовательно заказчиком этой всей истории. То есть Владимир что хочет сказать? Что закон был прописан таким образом, что бенефициаром на начальном этапе особенно, когда тема только создавалась и кто еще ничего не понял. Были они по той простой причине, что они создали условия, когда мы имели самый высокий зеленый тариф в мире, который компенсировался из бюджета. И вот эта зеленая тема, которая пошла здесь, она шла именно под эгидой монополии. Потому что они поняли, что можно рассказать людям о том, что смотрите, мы первые, мы тут вместе со всеми идем в едином порыве. Помнишь, как там при Порошенко под конец Порошенко особенно, 18-й год, 19-й год, а потом у Зеленского в начале его срока постоянно нам говорили, введено в строй 1 гигаватт мощностей, введено в строй там еще 2 гигаватта мощностей. В результате это создало огромные дисбалансы, потому что балансировать энергосистему было тяжело. хуже, хуже, хуже. Это произвело к перекосу развития альтернативной энергетики. То есть мы пошли в сторону солнца и ветра. Мы должны понимать, что Украина относится к неокеанической стране. У нас нет океана, не выкопали мы еще. И ветра у нас другие. Следовательно, сроки окупаемости ветростанций другие, чем если бы оно стояло на берегу океана. То есть это путь ложный. Я хочу уточнить про все-таки вот эту историю с Ахметовским законом проекта. То есть я правильно понимаю, что в этом законопроекте по развитию как бы зеленой энергетики в Украине было предусмотрено исключительно условно развитие солнечной генерации и ветра генерации, в которую Ахметов именно вкладывался и клюй вкладывался. Я помню эти расследования там что-то по солнечной панели. В Крыму ставили первые ставили эти. Ветряки вот эти все. А именно вот пилетное допустим производство оно было проигнорировано каким-то образом? Мало того, оно было спрятано и направлено все скажем так руководящие направления было направлено на дно. Сжигать дрова и сжигать мокрую щепу без газоочистки. Я могу сказать откровенность. На сегодняшний день все украинские биотезы, которые работают в Украине, они работают с выключенной газоочисткой. То есть мы фоним, мы умалчиваем то, что люди переводят котельную на биомассу, они работают без газоочистки, они отравляют окружающую среду. Про экологию все умалчивают. Вот где проблема с рыбой. Смотрите, вопрос от зрителя Азат за Киев задает вопрос. А можно спросить такое? Какое количество мегаватт атомной энергии планируется заместить генерации на сжигании пеллет и пересчитать через тепловую теплотворную способность на тонны и третье удивиться полученному числу. То есть он говорит о чем? Что это может оказаться очень дорого, но с другой стороны это если считать, что советские реакторы, которые у нас стоят, они условно говоря давно сами себя окупили и поэтому те расчеты, которые нам дают о стоимости электрической энергии, они на самом деле очень серьезно занижены, потому что если бы мы строили новые реакторы, а нам придется в конце концов строить, ну условно я говорю, возможно не придется, потому что нам придут новые технологии, то стоимость электроэнергии была бы намного дороже, потому что сам по себе один ядерный реактор стоит порядка 5 до 10 миллиардов долларов. Это инвестиции в 15-20 лет начинаем с этого. Это инвестиции, которые окупаются десятками лет и он должен работать, ну они работают десятками лет на самом деле, там продлеваются, есть этапы, когда их должны продлеваться ресурс, это все требует тоже дополнительных капиталовложений, но в принципе наши реакторы советские, которые работают, они не так дешевы, как нам пытаются подать, вот сколько, 80 копеек, говорил Куртио, последние киловатт, на самом деле дороже, потому что так же как самолет Мрия, о котором нам вовнянка рассказывали, вот когда рассказывают о том, что мы должны возродить Мрию и должны построить второй экземпляр, но когда ты подходишь к математике, то оказывается, что никому в мире не нужен самолет, который будет, который там условно стоит 500 миллионов долларов и который будет летать пару раз в году, потому что окупаемость такого проекта, она десятки лет, и он скорее всего, не то, что не скорее всего, он никогда не окупится, как говорил вовнянка, вот точно так же как бы с атомными реакторами, если упускать из виду вот тот советский бэкграунд, когда затрат, ну, было огромное государство, которое не считалось затратами, которое имело там свою военную программу, к которой было это все привязано, ну и собственно говоря, вот сквозь призму военной логики это все окупалось, а когда ты переходишь в нормальную цивилизационную логику и начинаешь считать, то математика другая, ну вот, я мыслю вот как дилетант, но вот так вот, что в атом, украинском атомэнергии, вообще и в наших энергетиках, вообще нету понимания, что люди уже пошли в другую сторону, да, то есть они смотрят только вот атомное или угольное, или там гидро, а то, что появилось новое направление, которое относится к разряду топлива с обновляемым источниками энергии, у них этого понимания нет, особенно, другая вопрос, а зачем этим заниматься, да, мало того, поймите одну вещь, что американцы поставляют Европу не только жиженый газ и нефть, но и пилету, поэтому будьте уверены, что когда закончится война, придет балкер из Америки и разоружится в Украине. Такой вопрос, смотрите, пилеты производятся из чего, то есть объясните людям, то есть они же не только из дерева производятся, но я имею ввиду там из... Ну там тырса, опилки, отходы, листья я видел даже, по-моему, трава, что? Ну это история связана с безграмотностью людей, и она связана с тем, что и наших же людей, которые написали законопроект, которые дали термин биомасса, на самом деле термин биомасса звучит очень просто, это смесь органических биополимеров растительного происхождения с возобновляемым рециклемом. Все. То есть под этот параметр подходит все, и листья, и трава, и деревья, их множество. Перечислять эти типы и виды растений это бесконечное множество. Кто-то что-то новую культуру вывел и ты должен законопроект, то есть изначально был сделан косой, кривой законопроект. А теперь смотрите, почему Украина пойдет в сторону травянистых растений? Украина не лесная страна. Причем с возможностью разработки леса у нас проблемы, у нас нет сетки лесных дорог. У нас целая проблема с ветрозащитными полосами. Никто не понимает, не хочет ни отдать, ни к этому вопросу подойти. А вот самое главное, что будущее лежит, к сожалению, в выращении травянистых растений, как однолетних, так и многолетних. Вы же поймите, что на сегодняшний день юга Украины оголились из-за климатических изменений, и там надо сажать другие типы растений, и вот у кого надо смотреть куда? В сторону энергетического направления. Почему? Потому что, если посмотреть, а что мы зарабатываем в сегодняшний день у аграрии, ведь аграрий это серьезнейшие проблемы, массовое банкротство предприятий, причина очень простая, себестоимость резко подорожала, а продажная цена резко упала, и заработка стала в некоторых, то есть некоторые предприятия будут считать, одни будут убытки, а другие будут считать количество убытков, и будет очень массовое банкротство. Если же посмотреть в сторону энергетики, то что мы увидим? Что выращивать, например, зерно кокоррузы зарабатывали до войны, там, 600 долларов, после, во время войны, сейчас мы будем зарабатывать минус там 20-30 долларов, реальность такова, а если вы бы это зерно, эту фитомассу переработали на топливо, вы бы заработали 1800, а если вы пойдете в более глубокие переработки, например, бетонольные производства, это же целое направление, которое надо развивать, но основная проблема, нам же все европейцы культивируют, насаживают, покупайте австрийские заводы по бетонолу, которые окупаются 8-10 лет, которые работают на газу, так это неправильный путь, Украина, это всегда было спиртовой, лидером спиртовой отрасли, и надо строить бетонольное производство, это на самом деле те же спиртовые заводы, ну, самого наварения, поймите, надо строить на топливе местном, на той же биомассе, и тогда у вас будет меняться сроки окупаемости, там можно выйти в 3-4 года, понимаете, и это другое, но самое интересное, что если посмотреть на бетонольное производство, еще с выработкой энергии, то там получается одна интересная вещь, что маржинальные доходы меняются в 6-8 раз, не надо смотреть, надо прекращать историю с продажи, грубо говоря, сырья, то, что мы выращиваем на полях, это путь в никуда, вот недавно, скажем так, год или полтора, компания Агрик, с компанией сбайкартили, выпустили один интересный видеоролик, что Украина зарабатывает на экспорте аграрной продукции, и оказывается, что на зерне, на всем мы зарабатываем 20%, 80% мы зарабатываем, мы получаем от продукции глубокой переработки, масло продаем, вот мы должны продавать энергию, мир переходит в рынок энергии, надо аграриям выпускать энергию, кроме того, я большой противник вывоза, продажи топлива с биомассы за пределы зон произрастания, то есть в Европу продавать по дешевке, а самим покупать дорогой газ, глупее ситуацию не придумаешь, надо развивать потребление внутри, потребление внутри, первое, это промышленный потребитель, а, например, котел 200 мегаватт, который будет стоять как первый шаг маневровый мощностей на атомоклифранции, представьте, сколько ему надо топлива, вот движение в другую сторону, вот движение экономики, мало того, это деньги останутся здесь у нас в стране, а мы же решили пойти своим путем, необычным. Вопрос такой, пилеты отличаются, так, вопрос к гостю, дрова и пилеты из дерева, почему при сжигании дров есть превышение выбросов СО2, при сжигании пилет, он считает, что выбросов СО2 нет, это важный вопрос, потому что люди не могут сложить картинку. Смотрите, проблема другая, именно вода, которая находится в дровах, дров сухих практически не бывает, это основная проблема, меняет экологическую нагрузку в три раза, вернее, в 30 раз, за счет чего получилось в три раза, мы знаем, что изменение влажности 60% до 10% меняет расход топлива в три раза, понимаем, ага, дров надо будет меньше, если переводим канал в дров. Следующий шаг, а как меняются выбросы, оказывается, от влажности 10% и 60%, выбросы меняются в 10 раз, 10 умножаем на 3, вот вам 30 раз экологической нагрузки. Вот почему в Англии и других странах запрещено сжигание щепы мокрой, запрещено сжигание дров без газоочистки, потому что это канцерогены, мало того, вы должны понимать следующее, что при сжигании биомассы выделяется около 20 канцерогенных вредных веществ. Ну, отдельную историю давайте за... То есть, вот, когда вот этот вот каждую осень, вот эта приятная дымка, которая окутывает все просторы Украины, вот это едешь и дышишь везде, вот они... Это же мы правим друг друга, соседа правим. Да, вот в Европе это запрещено, в Европе это запрещено, в Европе это тоже запрещено, да, у нас тоже запрещено, но каждый год я вижу одно и то же, как бы... Ну, в этом году поменьше было, если я так... То есть, по УМУ должно как происходить? Вот эти листья, которые мы там собираем, там вот... Идет на производство пеллет, сушится... Кто-то должен приехать их собрать по какой-то цене, возможно, это маленькая цена, там, но неважно, по какой-то цене он собирает эту всю массу, кидает на грузовик, ведет, везет на переработку, сушит, там вот это все и дальше получается пеллет. Правильно, вот так по УМУ? Именно так. Сушка это занимает вообще самый большой, самый бюджетноемкий процесс это именно сушка. Правильно понимаю? Ну, это, скажем так, 60% затрат и на том, что спотыкаются практически все украинские производители пеллет. Но я бы хотел вернуться немножко на шаг назад на экологию и рассказать про удивительный факт, про который вы мало кто-то знаете. Итак, я называю ее проблема легколетучей золы. В чем эта проблема? Итак, первое. В учебниках по аграрных зола называется удобрением. А в литературе и специалисты европейских это относится к разряду токсических отходов. И она делится на три части. Зола, которая подовая и есть сумасшедшая проблема этой легколетучей золы. Она не ловится, сложно ловится. То есть 30% остаются в поде, то есть на колосниковой то, что проваливается. Остальное все летит и вот здесь самое интересное. Часть остается в циклонах и в электрофильтрах. Таким образом. Теперь назовите, вы видели много котлов, у которых стоит электрофильтры, установленных в Украине. К сожалению, на пальцах можно пересчитать. А дальше происходит следующее. Пыль, которая собрана в электроциклонах, относится к разряду в пятой группе экологической опасности, в циклонах четвертой, а подаваяк третий и подлежит обязательной ультитилизации. Так вот, на всех ТЭЦах биомассы, которые работают на биомассе, баланс золы не бьется, оно все улетает в небо, отравляет. А что же там за отравляющее вещество? Самое интересное, в этой сером пепле находятся кристаллики бенз, большая буква перен, боевое отравляющее вещество, которое было получено в начале прошлого века. Вот в чем проблема. А мы спокойно глотаем, поэтому люди, которые возле мощных источников по биомассе возмущаются, они возмущаются не зря, они продают свое здоровье. Просто комментарии идут вообще потоком и все интереснее, один интереснее другого, поэтому я буквально все прочитаю, для того, чтобы мы дальше дискусс развели. Александр Чекмаров, а, кстати, полайкайте эфир, мне кажется, это очень интересно и практично, самое главное, и это переворачивает многие мозги относительно приоритетов, поэтому полайкайте эфир, не забывайте лайкать количество обвлеченных людей, оно должно увеличиваться, для того, чтобы мы потом не сидели дальше под монополиями еще следующие 30 лет и не пищали, что у нас все плохо, только потому, что, а почему, вот мы не понимаем. Так вот, наши эфиры по поводу того, что является сутью, как организован мир и, соответственно, как украинцы должны организоваться для того, чтобы жить правильно организованными, счастливыми, здоровыми, с вот такими вот щечками розовыми и глазами полного счастья. Вот, значит, так вот, несколько комментариев, которые зачитаю. В Вене целый район города отапливается, освещается одним мусоросжигающим заводом, жители этого района платят копейки за теплой свет. Вопрос гостю, реально ли это сделать у нас? Это первое. Второе. Азад за Киев. По поводу канцерогенов в дыму. Достаточно повысить температуру горения в топке и не будет никаких канцерогенных выбросов. То есть, занимайтесь конструктивом котла и горения. Еще один комментарий. В Великобритании вы можете жечь свои сухие листья, главное контролировать огонь, и если соседи не против, про вред экологии тут никто не вникает. Значит, Олена Иванюк. При приготовлении пилета куда девается влага? Она ведь, влага тоже производится? Ну и еще один вопрос. Сергей Славянска говорит о том, что есть такое растение мискантус гигантус, это вид тростника китайского, который за год растет на 4 метра, и что он просто бомба. Вот если его засаживать, зимой его собирают, он пишет, что высыхает сам, его собирают зимой, в Британии из него даже бумагу делают. И это такое перспективное направление. Параллельно Олена Иванюк пишет, что Виталий пилет подорожал сейчас несколько раз, используя дрова в некоторых регионах категорически запрещено. Ну вот достаточно много такой информации, но я думаю, вы запомнили для того, чтобы отреагировать. Да, давайте немножко вернемся к технологическим вопросам, затем немножко к прогнозам, а затем к выбросам. Итак, первое. Действительно, сущность производства пилет это правильное удаление влаги из капиллярно-пористых тел биомассы. И вот это является основной. Потому что очень часто делая инспекции пилетных производств в Украине, мы видим, что энергозатраты украинских производств в этом сегменте превышают 15 раз от общеотраслевых в Европе, в Америке. 15 раз превышают. Да. Я не ослышался. Вы не ошиблись. Это приводит к одному, что эта пилета становится экономически невыгодной, у нее себестоимость высока. 15 раз. Почему 15 раз разница? Это технологические ошибки. Что это за ошибки? Что это за ошибки? Ну, например, применение аэродинамических сушек при сушке биомассы. А должно применяться что? 10-15 раз. А что должно применяться? Какие сушки? Ну, для Украины, скажем так, перспективно будет это барабанные сушильные аппараты, а ленточные сушильные аппараты, они будут немножко дороговаты. Европа тяготит к сушке, особенно немцы, на ленточных аппаратах, но мы живем в стране, мы пойдем, судя по всему, по американской модели развития какие-то барабанные сушильные аппараты, работающие в противотоке. Но вернемся к немножко другому. Прогнозы на энергоносители, которые я сделал, грубо говоря, 5 лет для украинского агрархолдинга. Когда мы рассказывали о цене, то все мы должны понимать, что все это связано с энергетическими войнами, которые стартовали в 70-е годы. И все это связано с изменением течения Вольфстрима, который отворачивается от берегов обласканной Европы. В Европе все холодает. Я хотел бы такой исторический факт сказать, что в свое время в Дании канализация была по-наружи, как в Японии. И когда похолодало и канализация стала замерзать, датчане изменили философию жизни, они изменили сети свои. Но вопрос другой. Смотрите, когда, скажем так, газ демпинговали, чтобы выбросить Россию, то есть, когда там через 10 лет будет написана книга о картельном сговоре выброса России из энергетического рынка. И так, когда газ был по 70 долларов, никакого развития альтернативной энергетики, особенно зая масса, не имело смысла экономического. Но, что произошло дальше? Газ раскачался до 2,5 тысяч. Когда я написал 5 лет назад, на меня смотрели как на сумасшедшего. А теперь смотрите прогнозы. Газ меньше, чем 700-800 долларов не опустится никогда. Почему? Люди, которые играли в длинную, будут вытягивать деньги с этой цены. Поэтому мы должны быть готовиться к цене 700-800 долларов за тысячу кубометров. И воздействие развития альтернативных источников энергии поменяет вообще другой вектор. Мало того, я вам скажу другое. Спасение утопающих, дело рук утопающих. Мы все ездим на машинах, посмотрите, что творятся наши посадки, они все заброшенные. А ведь это на самом деле энергетические плантации, которые нас окружают. И вот пока не появится хозяин, пока мы не начнем извлекать с этого прибыль, и тогда это все изменится, понимаете? Но надо менять философию. Еще одну интересную вещь по поводу сравнения с Америкой. Владимир, Владимир, стоп, я хочу развить вашу мысль. Вы нам говорите следующее. Вы нам говорите о том, что вот эти посадки, вы имеете лесополосы, которые от ветра защищают. от ветра защищают насаждение. Да, то есть вы по сути нам говорите следующее, что это должен быть особый тип хозяйствования, направленный на то, чтобы получать оттуда максимально большое количество биомассы, засаживаться соответствующими культурами. И при этом развиваться принцип ветрозащиты. Иначе будет эрозия почвы. И тогда по сути будет два функционала. Ветрозащита и второе получение энергетических ресурсов, что в масштабе страны, учитывая сколько у нас лесополос этих, но это будет давать большие ресурсы. А теперь смотрите, что лесники говорят. Лесники говорят, что ключевая проблема в заготовке леса является дорога. А теперь посмотрите на наши посадки. Они всегда находятся возле дороги. Сама жизнь подсказывает, ребята, измените отношение к этим вещам. Вот о чем проблема, понимаете? У нас решение лежит под носом, но мы его не пользуемся, мы не смотрим в эту сторону. Понимаете? То есть постоянно посадка должна засаживаться, как бы вот вырубили там что-то, а параллельно уже вырубили, потом то подросло, то вырубили. Ну как Швеция делает там, у них же много лесов, но эти леса регулярно рубятся, и при этом у них очень много лесов, она является лесным государством. И за счет рационального управления лесным хозяйством они получают возможность продвигать свою Икею, производить офигенную мебель и многие другие вещи. Они вырубают, они вырубают свои леса, но при этом они засаживают их очень рационально и очень рационально рубят. постоянно подрастают. И они постоянно подрастают. И у них есть очередь, которая подлежит вот он говорит об этом. Если память изменяет, у нас таких земель где-то 600 тысяч гектаров. 600 тысяч гектаров. Ну, это очень много. Ну, посмотрите, идет поезд, да, посмотрите, вправо метров сто, слева метров сто, заброшенные посадки, подносы, железная дорога, коммуникация, перевозка, налаживайте, смотрите в эту сторону. Нет, мы смотрим в дрова. И как дрова, вот интересная история по поводу дров украинских. Вы знаете, куда уходят украинские дрова? У вас мысли есть? В Европу. Ошибаетесь. Хорошо. 82% украинских дров, которые поступают в Европу, уходят на польский целлюлозно-бумажный комбинат. Люди делают бумагу. А что в Украине произошло? Из шести бывших целлюлозно-бумажных комбинатов, которые два потом разделились на два, сейчас восемь считается, на самом деле это просто шесть, все до единого владеют корни русские и ключевой момент, все они утеряли возможность производить бумагу, то есть химическую очистку растительного сырья с целью получения отбеленной целлюлозы. понимаете? То есть лесную отрасль по заработкам откинули в десять раз назад, в разы в десять раз, а мы думаем, как бы досточку попилить, как бы ее высушить, а мыслить правильно мы разучились. Проанализируйте работу всех работы наших дерево-комбинатов, это же просто катастрофа. Поэтому результативность лесного хозяйства украинского вызывает очень крайне большие вопросы. Я знаю, с кем я вас сведу. Я знаю тех светлых людей, которые в том числе у нас и в студии были, которые постоянно ищут всякие креативные решения многих проблем, поэтому я постараюсь донести им эту мысль и познакомить, потому что мне кажется, это действительно интересно, и из этого можно было бы много чего еще сделать. А расскажите вот еще вы рассказывали про экологию. Вот просто мы когда с вами беседовали перед эфиром, в этом тоже ряд таких тезисов интересных и взаимосвязанных с тем, что вы говорите, проговорили. Вот давайте про экологию. Итак, ключевая вещь. Мы должны понимать первое, как образовываются кислоты выбросов. Мы должны понимать следующее, что когда сжигается биомасса, используется как правило воздушное дутье. Я не встречал кислородного дутья. В воздухе всегда наличие влаги, которая идет с воздухом, поступает в топку, и влага, которая находится в топке. Там меняется, естественно, калорийность. Но самое интересное, другое, всегда, мы должны понимать следующее, что сжигание биомассы происходит при более высоких температурах в два раза, чем газы. следовательно, в воздухе это 60% это является азотом. Происходят окислы азота, так называемые NX. И когда NX окислы азота полетел, и особенно когда он в обилии влаги, которая выделилась с топлива, он находит водичку, сливается с ней, и в этой капельке образуется смесь кислород. А если посмотреть в химию 7-8 класса, то оказывается, что смесь кислот всегда действует более агрессивно, чем монокислота. И вот здесь самое интересное, вылетает капелька воды, и там что происходит? Там происходит смесь кислот азотная, азотистая, серная. Например, любимая солома для определенных людей. Мы же умалчиваем, что там вылетает синильная, образуется синильная кислота. А мы посмотрите, мы рассказываем, как мы садики переводим, школы, а на самом деле это геноцид нации. Ужас. Почему ужас? Ну, геноцид, это ужас. Ну, объясните, а кто за это ответил? Посмотрите, рекомендации определенных людей, которые ратовали за солому, да? Извините, вот чем отличаемся мы, украинцы, от европейцев. Вот, возьмите, украинцы по соломе закопали сумасшедшие деньги, все соломенные проекты обанкротились. Чего стоит, например, вин, пилеты и креатив? Деньги отмыли, результата ноль, топлива тоже ноль, а все вина, интересная соломка, да? Но самое интересное, датчане огласили, мы будем делать пилету из соломы, 10 производств строить, построили первое, сняли статистику, сказали, нет, там экономика не работает и больше не строят, понимаете? А мы все равно лупим солому, лупим в деградацию почвы, ведь мы умалчиваем, что забирая солому с полей, мы забираем минеральную группу, а компенсировать будем, кто будет платить за эту компенсацию? Ну, на сегодняшний день где-то от двух до трех тысяч гривен надо внести назад в почву, все, понимаете? Про это мы молчим, мы молчим, что Украина миллиарды теряют денег сейчас на деградации почвы. Пути решения никто не видит, понимаете? И есть ли они? Они же, наверное, есть, я так понимаю. Ну, смотрите, мы занимаемся очень долго, но я занимаюсь именно билетным направлением с 2009 года и понимаю то, что страна не оказывала никакой помощи, интереса, кроме палок колеса, приключений различного характера с донецкими и другими лицами, да? И мы нашли одно интересное решение. Смотрите, это философия взять биомассу, сжечь оттуда дозольного остатка и получить энергию. А есть решение совсем другого. А если мы возьмем подготовленный биополимер, который подвергся термохимической реакцией, полиаренизации и термически его разложим, мы получим качественный синтез газ и углерод. Если мы углерод активируем, мы получим активированный древесный углерод. Объясните простым человеческим языком, что такое биополимер, чтобы люди поняли. Как он пахнет, как он выглядит, это что? Смотрите, все растения, которые растут, где есть клеточка растительная, они делятся, это есть смесь органических биополимеров растительного происхождения. Например, как называется у нас Лесотехническая академия Львовская называется, а Санкт-Петербургская называется Лесотехническая академия органических биополимеров. Понимаете? А вы же понимаете, как ты лодку назовешь, так она и поплывет. И все начинается с лексических вещей. Если мы законопроект по биомассе написали косо, то отсюда выплывают остальные косяки. Понимаете? А мы знаем, что чем позже мы устраним ошибку, тем стоимость устранения ошибки будет стоить дороже. Это, короче, другими словами, просто это возначение многоклеточных растений. Это любого растения. многоклеточные органики. Многоклеточная органика, я правильно понимаю, мы это говорим. Органика, которая растет от фотосинтеза. Итак, вот что вы предлагаете, что вы предлагаете для того, чтобы, условно говоря, есть проблема... Смотрите, давайте я объясню. Мы с вами сейчас в прямом эфире будем решать задачу так, чтобы людям было понятно, которые нас смотрят. у меня есть поле, вот допустим, я купил 20 гектаров, 100, вот для круглости. Мы становимся богаче, прям на глазах. Я маленький лендлорд, ну совсем маленький, у меня есть 100 гектаров. Значит, на 1000 гектаров можно было заработать до войны, в зависимости от того, что ты сел. Можно было заработать 1,5 миллиона, 2 миллиона долларов, миллион долларов, в зависимости от того, что ты сел. Если маг сел, то мог заработать и 7 миллионов долларов, но это высокорисковый бизнес, который требует охрану и все такое. Поэтому 1,5-2 миллиона долларов. Вот я посеял, значит, потом оно растет. Если вы посеете и сделаете с него топливо, вы заработаете от трех до пяти раз больше. Три это было до войны, а сейчас с резким подорожанием нароносителей в пять раз больше. Должен сеять. Вот я сею ту же самую кукурузу или что? Это же философия. Мы умеем сеять кукурузу? Да, умеем. У нас семена есть, есть, техника есть, есть. Ну, сделайте с него топливо. Не продавайте зерно побросовой цепи. Уйдите в другую рынку. Я беру кукурузу осенью, значит, вот собрал. И что вот в этой модели экологическая, о которой вы говорите, что дальше происходит? Там стебли какие-то вот они там, они там же остаются? Или что? Смотрите, все собрали. И с него все, что выросло, сделали топливо. Зерно. Зерно тоже? Или зерно продается? Наслышно. Наслышно, Владимир? Владимир, Владимир, Владимир. Вы нас не слышите, наверное. Да-да-да, чуть-чуть упал интернет. Так вот, я с кукурузову, да, вот мы зерно продаем или мы тоже его на топливо? Все на топливо идет или как? Все на топливо. Это утопия пускать это на зерно. Уйдите с этого рынка, сделайте дефицит на этом рынке по зерну и у вас вырастет цена на зерно. Уйдите в другой рынок, заработайте больше денег. А когда там станет экономически выгоднее, вы тогда вырастите зерно. Не бойтесь менять векторы товарной продукции. Так вот, я перерабатываю этот, я перерабатываю эту кукурузу, я так понимаю, там на пеллеты вот эти вот, которых вы говорите, правильно? Да. Да, вот. И я зарабатываю на них как на топливе, соответственно, вот те суммы, которые вы говорите. Только больше. Только больше. Но ведь если постоянно выращивать кукурузу, то же самое вот на одном и том же поле, то мы столкнемся с тем, что поле истощится. Соответственно, как решить вопрос эрозии и истощения почвы? Смотрите, дело в том, что есть различные культуры и, например, американцы кукурузу выращивают как монокультуру, да, то есть на одном поле постоянно. То есть это технические решения. Но кроме кукурузы есть и другие растения, например, сорга, да, кормовое. Есть другие направления, понимаете, и другие растения. Тут одна интересная вещь по поводу, тут слово прозвучало, мискантус. Мы должны понимать следующее, что мискантус – это специфическое растение, и основная проблема в развитии получения топлива с мискантуса является одно. Пока ты посадишь мискантус, пока он вырастет за 4 года до нужных норм товарного производства, 4 года надо ждать, да, а только потом пользуется 16 лет. А если сделать комбинированные посадки, смесь однолетних растений и мискантуса, то производство строится за один год, а вам деньги надо запустить производство, возврат делать. Вот в чем проблема, понимаете? Поэтому моно-подход с аналитической потенцией, он длительный, и бизнес не хочет в него вкладывать деньги. Вот, например, та же компания с Alex. Почему она не удваивает свои посадки? Потому что долго затратно экономически невыгодно. А вот если бы пошли по пути комбинированных посадок, и другого было бы совсем другое решение. Понимаете? То есть, смотрите, правильно ли я у вас понял, что, допустим, вот про посадки, возвращаясь к посадке, мы берем этот мискантус, или как там он, мускантус? Мискантус, да. Мискантус, вот. То есть, мы берем мискантус, засаживаем вот параллельно, как бы, возле этой посадки, садим его. Он там 4 года растет, по 4 метра в год поднимается, там, да, или сколько он там растет. Да, да, да. Потом мы потихонечку начинаем вот это вот, ну, по ходу мы там что-то чистим в этой старой посадке, как бы, да? Да, да, именно так. Да. И по ходу через 4, по сути, через 4 года у нас готовы перпетум мобили на следующие там десятилетия. Потому что потом... Вечная, да, вечная. Вечная агентация. Короче, надо срочно создавать агентство по управлению посадками. В нашей стране все сведется именно к этому. Кто-то создаст агентство по управлению посадками, вот, и начнут создавать монополию посадок. Но, смотри, какая штука хорошая. Это же ведь действительно, это же технологическая промышленность, это же технологическое производство, как бы там ни было. И мы возвращаемся в этом контексте к... К самому главному. К самому главному, правильно. К диалогу нашему с Щедровицким о новой промышленной революции. О том, что... Конечно, да. О том, что для того, чтобы она произошла, нужна критическая масса технологических предпринимателей. Да, промышленников, предпринимателей, которые будут вот такие вещи, в общем-то, и производить, да. То есть, вот то, что мы слышим сегодня от Владимира, это яркий признак такого, скажем так, технологического промышленного производства. Причем, в общем-то, достаточно простого. Понятно, что там есть, скажем, подводные камни, которые вы говорили о том, что, да, там целый ряд предпринимателей спотыкались, 60% вы сказали, спотыкалось на сушке. Нет, нет. 98%. 99% практически спотыкалось на сушке, делало сушку очень дорогой, и, соответственно, производство конечное, финальное, невыгодным. Я наверняка думаю, это даже какой-то, может быть, вы нам сейчас секрет открыли внутри рынка, и имеющие уши да услышат, что называется, да. Но, что это вот технология, которая, я подразумеваю, что этот эфир будет смотреть сотни тысяч людей и десятки тысяч людей после его выхода, и дальше, и дальше, и ряд из них захочет себя попробовать, и наверняка там есть еще какие-то подводные камни, но это вот их реализация в эту отрасль, она и может позволить увеличить количество таких технологических предпринимателей, промышленников, которые нужны Украине, и критическая масса которых способна будет потом, впоследствии, привести к изменению. Этот мискантус, это павловня или это другое? Это разные. Это разные. Потому что, ну, я павловню, я, Виталия, вот когда ехал, то я обратил внимание, что вот эта павловня, вот она там везде, и причем она такими четкими, очерченными, такими посадочками, вот они вот такие геометрические фигуры. Вот такие посадочки. Ох, зависли. Зависли. Слетел, наверное. Попытайтесь переподключить Владимира, потому что это очень интересно. Я просто объясню тем нашим зрителям, которые не были в Италии, что когда ты едешь по Италии, то вот сразу бросается в глаза, даже когда ты спускаешься из Австрии в район Венеции, въезжаешь по автобану, вот, и ты видишь справа, слева, везде, короче говоря, вот такие посадочки длиной там 300 метров, 400 метров, и в ширину там по 50, я не знаю, 100 метров, то есть они не сплошняком, вот, и они вот там-сям, везде. И ты едешь вот через всю Италию, их очень много, и они разной величины растут, вот когда я впервые их увидел там лет 5 назад, там или 6, вот, то они были там еще маленькие, какие-то были повыше, вот, и вот они как раз вот под вот эти задачи в том числе, то есть это такие высокие стройные деревья, которые очень быстро растут по несколько метров в год, по-моему там за 5 лет они что-то метров до 15-16, то есть высотой из 5-этажный дом. Слушай, ну я понимаю, как тут множество разных, есть же всяких культур, которые растут быстро и высоко, и ну это, это, я думаю, просто этот мискантус, это один из примеров, внутри который может быть, вот, это что прошел, Владимир сказал, что типа, и что, мы там взяли новую культуру, реализовали, да, какую-то, там скрестили мискантус с половней, короче, и получился новое растение, что нам писать новый законопроект, вот то, что мы можем из них производить, и это, в общем, биотопливо правильно, которое зеленое. Понятно, что, то есть любой биополимер, то есть любая органика, которая произошла в результате фотосинтеза, подходит под то, чтобы ее эксплуатировать с этой точки зрения. Круто, вообще крутой эфир, абсолютно. Да, ну очень интересно, вот. Японский опыт в этом. Азат Заким пишет, что не согласен с гостем, что надо останавливаться на топливе, есть целая отрасль лесохимия, надо делать продукты высоких пределов. Так он и не говорит, что надо останавливаться на... Так он же об этом и говорит, он же постоянно как раз и говорит о том, что вот, что необходимо проходить в сложную продукцию, там, когда он алию приводит, то есть еще более сложная продукция, там, да, вот, которую Украина может производить, там, на своих, на своих ресурсах. Поэтому... Вот пишет даже два человека подряд, та же запрещенная конопля, говорит, является уникальным растением своего рода, включая свежим воздухом, едой, и для человека, для скота, и топлива, и тканью, и бумагой, и медикаментами, и вырастает за пять месяцев, и так далее. Ну, во-первых, нужно сказать, что конопля, это она не только запрещенная, есть и та, в которой нету КБД, ТГК, и так далее, которые запрещены как вещества, но само растение может расти. Еще, кстати, я помню, помнишь этот мэр, мэр Мишель Терещенко, это француз, который после революции достоинства... Глухов, да. Он же как раз за, вот, как раз отрасль, конопль, которые могут садиться, эксплуатируются в разных производствах, и Украина, кстати, же имеет всякие конопляные производства, и она вырастает, конопля, это высоченное абсолютно растение. Я за нее. Я тоже. Кто против? Павлони, это диверсия против Украины, она начинает гореть при температуре более 450 градусов. Ну, понимаете, проблема же не в том, чтобы засадить все Павлони, или засадить там, это, мискантусом, этим, или еще чем-то. Проблема в правильной организации нашего хозяйства. Вот, должен появиться хозяин, который начинает смотреть на все, вот, с точки зрения баланса, баланса, как бы, для сельского хозяйства, баланса для энергетики. Как эти балансы между собой пересекаются, как это связано с балансом по трудоустройству людей, чтобы вы по ходу решали задачу трудоустройства, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Это все требует дирижирования, вот такого, ну, в голове сначала, там, да, то есть ты должен понимать, перед тобой поле, вот, поле задач, и ты эти все задачи должен сводить, вот, как у нас Виктор Куртьев сводил, как бы, энергобаланс, вот, понимая, что там этими мощностями, там этими мощностями ты оперируешь. Точно так же, как вот я сейчас буду оперировать мощностями у себя в доме, условно говоря, генератор, солнце, аккумулятор, который нужно зарядить либо оттуда, либо оттуда, плюс доступ к этому, к общей сети, плюс торф, которым мы топим, и которым ты тоже теперь начинаешь считать, вот, если есть солнце, то потопить кондиционером какое-то время для того, чтобы использовать меньше торфа, или, а потом торф включать, там, да, а что если поставить, там, полы эти теплые, там, вот, как пишут, там, тепловой насос, теплые полы ставишь, там, и у тебя вообще экономия. То есть мы должны думать сразу вот о том, как даже свою маленькую семейную систему, как сбалансировать таким образом, чтобы было выгодно, и ты тратил в конечном итоге меньше ресурсов на ту задачу, которую ты должен решить для своей семьи. Вот, поэтому, так, а ну посмотрю. Мысль про хозяина абсолютно правильная, абсолютно корректная параллель, связанная с собственным домом, потому что даже собственный дом состоит из огромного количества факторов, которые нужно предусмотреть на всякий случай, что называется, да. А государство — это огромный дом для сотен тысяч и миллионов людей. Очень странно, конечно, что вот на 30-м, там, или 31-м году нашей независимости мы только сейчас пришли к мнению, что, ну, такого понятному, да, осязаемому, что в стране нужен хозяин, который вообще понимает, из чего это хозяйство, блядь, состоит. Потому что мы реально, ну, никто не давал себе отчета, что реально нужно приложить вот эту голову ко всему этому хозяйству и нужно осознавать это. У нас выборы выигрывались людьми, ну, у которых не было цели это хозяйство каким-либо образом приобретать. Потому что они всегда смотрели на это сквозь призму своего узкого интереса. Как не вместе всем подняться, а как залезть по вот этим вот, как бы... Ступенечкам и, короче... По ступенечкам, по чьим-то плечам, по чьим-то головам, залезть туда, сесть, свесить ножки и срать, как бы, и жрать. И все, больше их ничего не интересовало. И вот здесь вот Игорь К. пишет, природа должна стать нашей религией, это есть наше все, а не человек, и тогда мы все сможем. Дружище, разум должен стать нашей религией. Потому что если есть разум, он понимает значение природы. Потому что если разума нет, то... Ничего не поможет. Ничего не поможет. Человек будет сжечь вот эти листья, как бы, там, дышать канцерогенами, а потом ты к нему приходишь, когда лук у нас очередной раз зажгли, я уже не выдержал, прибежал и говорю, ну, ты конченый, зачем ты это делаешь? Тут вот ежики всякие, там, все это горит, как бы, там, ну, не... А он смотрит на тебя пустым взглядом, и... Так, це ж, це ж, типа, мое. Я говорю, это не твое, это лук общий, как бы, там. Тут он по законодательству, он, во-первых, общий, а во-вторых, это касается нас всех, потому что оно перекинулось дальше, там, начинается пожар, потом вызываешь... Все бегают, тушат, как тот мужик. Помнишь, а мне не подобает, я тебя кунулся в горы. Ну, да, да. Вот, и тут точно так же. Бежит уже жена моя с ведром, там, кто-то еще бежит, там, все же занимались своими делами тут, потому что один идиот, как бы, решил для себя, вот, что это, что это, это вот так вот ему нравится. Его, и он так точно. И потом он вместе с детьми тушит. Все тушат, как бы, ради, ну, ради, 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 ради чего? Смотри, а это же вообще национальное такое, любимое занятие, создать проблему, которую потом героически решать. Да. Поэтому наша религия должна быть разумом. Родные мои медоеды, если у нас не будет разума, если мы в любой ситуации не будем включать вот это вот серое существо, вещество, пардон, которое у нас есть, то вот, то мы будем дальше жить, как бы, вот, захлебываться этим говном, которое из труп, значит, как бы, дымит, вот, пить говнок, потому что туда кто-то вливает в почву, недолго жить, мужчины у нас живут до 64 лет, а с учетом войны, там, сейчас еще меньше, вот, женщины живут там у нас чуть, почти на 10 лет дольше, но все равно меньше, чем могли бы жить, как в развитых странах, где ты смотришь, и в той же самой Италии, там, или где-то в Европе, смотришь, женщина в 70 лет, она себя не списывает, как у нас уже, там, в 50 лет, женщина, там, не говоря про 60, она уже говорит, «Да что мне, зачем мне это, зачем мне вот делать то-то, то-то, потому что жизнь уже все закончена». А нынце Пелоси в 83 взрывает мировую геополитику. Да, да, да. И все это начинается, все это начинается с отношения к самим себе, когда мы относимся к себе как к скоту, то мы и живем по-скотски. А когда мы не по-скотски относимся к себе и к окружающим, то тогда получаются вот те страны, на которые мы все смотрим, и в которых многие хотят жить, и живут в нынешних условиях, перебираясь уже на те социальные системы, на ту экономику, которая построена за счет того, что разум был этими людьми в других странах использован по назначению. Япония и Германия, точнее говоря, Пруссия, они в 17 веке одинаково пришли к одному и тому же выводу, находясь на противоположных части.